— Не говорил ли я вам, господин генерал, — орет шофер в трубку, — что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась тридцати восьмисантиметровка, а ямы никакой. Шоссе как гумно. Но стоит заехать в поле, и шинам конец. Теперь по нас стреляют с расстояния четырех километров. — Куда мы едем? — Это будет видно, — отвечал шофер. — Пока шоссе такое, я за все ручаюсь. Рывок, страшный полет, и машина останавливается. — Господин генерал, — кричит шофер, — есть у вас карта генерального штаба? Генерал Биглер зажигает электрический фонарик и видит, что у него на коленях лежит карта генерального штаба. Но это морская карта Гельголандского побережья 1864 года, времен войны Пруссии и Австрии, зданий за Шлезвик. — Здесь перекресток, — говорит шофер. — Обе дороги ведут к вражеским позициям. Однако для меня важно только одно — хорошее шоссе, чтобы не пострадали шины, господин генерал. Я отвечаю за штабной автомобиль. Вдруг удар, оглушительный удар, и звезды становятся большими, как колеса. Млечный путь густой, словно сливки. Он, Биглер, возносится во вселенную на одном сиденье с шофером. Все остальное обрезано, как ножницами. От автомобиля остался только боевой атакующий передок. — Ваше счастье, — говорит шофер, — что вы мне через плечо показывали карту. Вы перелетели ко мне. Остальное взорвалось. Это была сорока двухсантиметровка. Я это предчувствовал. Раз перекресток, то шоссе ни черта не стоит. После тридцати восьми сантиметровки могла быть только сорока двухсантиметровка. Ведь других пока не производят, господин генерал. Ведь других пока не производят. Тридцати восьми сантиметровые снаряды выпускал германский военный завод «Круппа», а сорока двухсантиметровые — шкодовские военные заводы в Пльзене, Чехия. — Куда вы правите? — Летим на небо, господин генерал. Нам необходимы стороницы комет. Они пострашнее сорока двухсантиметровок. — Теперь под нами Марс, — сообщает шофер после долгой паузы. Биглер снова почувствовал себя вполне спокойным. — Вы знаете историю битвы народов под Лейпцигом? — спрашивает он. Фельдмаршал князь Шварценберг 14 октября 1813 года шел на Либертковице. 16 октября произошло сражение за Линденау, бой генерала Мервельта. Австрийские войска заняли Вахов, а когда 19 октября пал Лейпциг... — Господин генерал, — вдруг перебил его шофер, — мы у врат небесных. — Вылезайте, — господин генерал, — мы не можем проехать через небесные врата, здесь давка. Куда ни глянь, одни войска. — Задавите кого-нибудь, — кричит он шоферу, — сразу постраняться. И, высунувшись из автомобиля, генерал Биглер орет. — Берегитесь, свиньи. Вот скоты видят генерала и не подумают сделать равнение направо. Шофер его успокаивает. — Это им нелегко, господин генерал. У большинства оторваны головы. Генерал Биглер только теперь замечает, что толпа состоит из инвалидов, лишившихся на войне отдельных частей тела — головы, руки, ноги. Однако недостающие они носят с собой в рюкзаке. У какого-то праведного артиллериста, толкавшегося у небесных врат в разорванной шинели, в мешке был сложен весь его живот с нижними конечностями. Из мешка какого-то праведного ополченца на генерала Биглера любовалась половина задницы, которую ополченец потерял под Львовом. — Таков порядок, — опять поясняет шофер, проезжая сквозь густую толпу. — Вероятно, они должны пройти высшую небесную комиссию. В небесные врата пропускают только по паролю, который генерал Биглер тут же вспомнил. — За Бога и Империю! Автомобиль въезжает в рай. — Господин генерал обращается к Биглеру офицер-ангел с крыльями, когда они проезжают мимо казармы для рекрутов-ангелов. Вы должны явиться в ставку главнокомандующего. Миновали учебный плац, кишевший рекрутами-ангелами, которых учили кричать «Аллилуйя!» Проехали мимо группы солдат, где рыжий капрал-ангел муштровал растяпу рекрута-ангела в полной форме, бил его кулаком в живот и орал. — Шире раскрывай глотку, грязная вифлеемская свинья! Разве так кричат «Аллилуйя»? Словно кнедлик застрял у тебя во рту. Хотел бы я знать, какой осел впустил тебя, скотину, сюда в рай. Попробуй еще раз. — Гла-гли-гля! Ты что, бестия, и в раю нас будешь гнусить! Еще раз попробуй ты, кедр ливанский! Поехали дальше, но еще долго был слышен рев напуганного гнусавого ангела-рекрута «Гла-гли-гля!» и крик ангела-капрала «Аллилуйя!» «Корова ты и орданская!» Потом они увидели величественное сияние над большим зданием, вроде мариинских казарм в чешских будьевицах, а над зданием два аэроплана, один слева, другой справа. Между ними посредине натянуто громадное полотно с колоссальной надписью «Императорская и королевская штаб-квартира Бога». Два ангела в форме полевой жандармерии высаживают генерала Биглера из автомобиля, берут его за шиворот и отводят наверх на второй этаж. «Ведите себя прилично перед Господом Богом», — говорят они ему у дверей, — и вталкивают внутрь. Посреди комнаты, на стенах которой висят портреты Франца Иосифа и Вильгельма, наследника престола Карла Франца Иосифа, генерала Виктора Данкеля, эрцгерцога Фридриха и начальника генерального штаба Конрада фон Гетцендорфа, стоит Господь Бог. Наследник престола Карл Франц Иосиф Карл Франц Иосиф, внучатный племянник Франца Иосифа Первого, стал после его смерти под именем Карла Первого императором Австро-Венгрии. Генерал Виктор Данкель, генерал от кавалерии и командующий одной из австро-венгерских армий, сражавшихся в Галиции. Генерал Данкель прославился своими бесчисленными смертными приговорами в Галиции, ныне Западной Украине. Эрцгерцог Фридрих, главнокомандующий австро-венгерскими войсками в Первой мировой войне. Поэт Безруч назвал эрцгерцога Фридриха за его жестокое преследование славян маркизом Геро по имени Феодала, который в X веке истреблял полупских славян. — Кадет Биглер, — строго спрашивает Бог, — вы меня узнаете? Я бывший капитан Сагнар из одиннадцатой маршевой роты. Биглец оцепенел. — Кадет Биглер, — возглашает опять Господь Бог, — по какому праву вы присвоили себе титул генерал-майора? По какому праву вы, кадет Биглер, разъезжали в штабном автомобиле по шоссе между вражескими позициями? — Осмелюсь доложить, — молчать, — кадет Биглер, — когда с вами разговаривает Бог. — Осмелюсь доложить, — еще раз заикаясь, — начинает Биглер. — Так вы не изволите замолчать, — кричит на него Бог, открывает дверь и зовет. — Два ангела сюда! В помещение входят два ангела с ружьями через левое крыло. Биглер узнает в них Матушича и Бацера. Уста Господа Бога вещают. — Бросьте его в сортир! Кадет Биглер проваливается куда-то, откуда несет страшной вонью. Напротив спящего кадета сидели Матушич с денщиком капитана Сагнера Бацером и все время играли в шестьдесят шесть. — А воняет парень словно треска, — сказал Бацер, который с интересом наблюдал, как спящий кадет Биглер подозрительно вертится. — Наложил, должно быть, полные штаны им. — Это с каждым может случиться, — философски заметил Матушич. — Не обращай внимания. — Не тебе его переодевать. Сдавай-ка лучше карты. Уже было видно зарево огней над Будапештом. Над Дунаем ощупывал небо прожектор. Кадету Биглеру, очевидно, снилось уже другое. Он бормотал, — передайте моей доблестной армии, что она воздвигла себе в моем сердце вечный памятник любви и благодарности. Так как при этих словах он заворочился, вонь опять ударила Бацеру в нос, он сплюнул и проворчал, — воняет, как золотарь, как засранный золотарь. А кадет Биглер ворочался все беспокойнее и беспокойнее. Его новый сон был необычайно фантастичен. Он защищал Линц в войне за австрийское наследство. Ему снились редуты и укрепления вокруг города. Его главная ставка превращена в большой госпиталь. Повсюду лежат раненые и держатся за животы. Мимо палисадов города Линца проезжают французские драгуны Наполеона I. А он, комендант города, стоит над всеми ними, тоже держится за живот и кричит французскому парламентеру, — «Передайте своему императору, что я не сдамся». Потом боли в животе как будто утихли, и он со своим батальоном через палисады бежит из города вперед к славе и победе и видит, как поручик Лукаш подставляет свою грудь под палаш французского драгуна, чтобы отвести удар, направленный на него, биглера, защитника осажденного Линца. Поручик Лукаш умирает у его ног, восклицая, «Такой человек, как вы, господин полковник, более необходим, чем никчемный обер-лейтенант». Расстроганный защитник Линца отворачивается от умирающего, но тут картечь попадает ему в седалищные мышцы. Биглер машинально ощупывает штаны и чувствует на руке что-то липкое. Он кричит «Санитары! Санитары!» и падает с коня. Бацер и Матушич подняли свалившегося с лавки кадета Биглера, затем Матушич направился к капитану Сагнеру и доложил, что с кадетом Биглером творится что-то неладное. «Это не с коньяку», — сказал он. «Вернее всего, холера. Кадет Биглер на всех станциях пил воду. В Мошине я видел, как он...» «Холеру сразу не схватишь, Матушич. Скажите врачу, он рядом в купе, пусть его осмотрят». К батальону был прикомандирован врач военного времени, вечный студент-медик и корпорант Вельфер. Он любил выпить и подраться, но медицину знал как свои пять пальцев. Он прослушал курс медицинских факультетов в различных университетских городах Австро-Венгрии, был на практике в самых разнообразных клиниках, но не имел звания доктора по той простой причине, что по завещанию покойного дяди студенту-медику Фридриху Вельферу выплачивалась ежегодная стипендия до получения им диплома врача. Эта стипендия была приблизительно раза в четыре больше жалования ассистента в больнице. И кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер добросовестно стремился по возможности отсрочить получение звания доктора медицины. Наследники чуть не сошли с ума, объявили его идиотом, делали попытки женить на богатой невесте, только бы избавиться от него. Член приблизительно двенадцати корпорантских кружков, кандидат медицинских наук Фридрих Вельфер, чтобы позлить наследников, издал несколько сборников весьма приличных стихов в Вене, Лейпциге, Берлине, печатался и спокойно продолжал учиться, над ним не каплет. Корпорант. Член студенческого корпоративного кружка. Эти студенческие кружки возникли в Германии и Австрии в период Наполеоновских войн. Сначала кружки были прогрессивными и преследовались, а после 1848 года они были официально разрешены, но в большинстве стали центрами воинствующего немецкого национализма. Но вот разыгралась война, и коварно нанесла ему удар в спину. Поэта, автора книг, смеющиеся песни, кружка и наука, сказки и притчи Забрали безо всяких, а один из наследников приложил все усилия, чтобы беззаботный Фридрих Вельфер получил звание лекаря военного времени. Он выдержал экзамен. В письменной форме ему был предложен ряд вопросов, на которые он обязан был прислать ответы. На все вопросы он дал стереотипный ответ «Поцелуйте меня в задницу». Три дня спустя полковник торжественно объявил, что Фридрих Вельфер получил диплом доктора медицинских наук, который давно заслужил, и что старший штабной врач назначает его в госпиталь пополнения. Теперь от его поведения будет зависеть быстрое продвижение по службе. Известно, правда, что в разных городах у Фридриха Вельфера были дуэли с офицерами, но сейчас время военное, и это все предано забвению. Автор книги стихов «Кружка и наука» закусил губы и пошел служить. После того, как было установлено, что по отношению к солдатам он вел себя чрезвычайно снисходительно и задерживал их в больнице по возможности дольше, в то время, когда лозунгом было «Валяться и подохнуть в больнице» или «Валяться и подохнуть в окопах» «Все равно подохнуть», доктора Вельфера отправили с тринадцатым маршевым батальоном на фронт. Кадровые офицеры батальона считали его неполноценным, офицеры запаса, чтобы не углублять пропасть между собой и кадровиками, также не замечали его и не дружили с ним. Капитан Сагнер, естественно, чувствовал себя намного выше бывшего кандидата медицинских наук, изрезавшего за время своей долголетней учебы множество офицеров. Когда Вельфер, лекарь военного времени, прошел мимо Сагнера, тот даже не посмотрел на него и продолжал разговаривать с поручиком Лукашем о каких-то пустяках, вроде того, что около Будапешта разводят тыкву. В связи с этим поручик Лукаш вспомнил, как на третьем году обучения в кадетской школе он с товарищами из штатских был в Словакии. Раз они пришли к евангелическому пастору Словаку, тот угостил их жареной свининой с гарниром из тыквы, потом налил им вина и сказал «Тыква, свинья, хочет вина», на что Лукаш страшно обиделся. — Разговор капитана Сагнера с поручиком Лукашем ведется на чешском языке. — Будапешта мы почти не увидим, — с сожалением заметил капитан Сагнер. — Согласно маршруту мы должны простоять здесь только два часа. — Думаю, что будут переформировать состав, — ответил поручик Лукаш. — Мы прибудем на сортировочную станцию, вокзал для воинских эшелонов. К ним подошел лекарь военного времени Вельфер. — Пустяки, — сказал он, улыбаясь. — Господ, которые мечтают со временем стать офицерами и хвастаются в офицерском собрании своими стратегическо-историческими познаниями, следовало бы предупредить, что вредно в один присест съедать посылку со сластями. С момента отъезда из Брука кадет Биглер проглотил, как он сам признается, тридцать трубочек с кремом, а на вокзалах пил только кипяченую воду. — Это напоминает мне, господин капитан, стихи Шиллера. — Кто говорит о... — Послушайте, доктор, — прервал его капитан Сагнер. Не о Шиллере речь. Что, собственно, случилось с кадетом Биглером? Лекарь военного времени, Вельфер, ухмыльнулся. — Кандидат в офицеры, ваш кадет, просто обделался. Это не холера и не дизентерия, а самый простой и обыкновенный случай. Ничего особенного. Человек всего-навсего обделался. Ваш, господин кандидат в офицеры, выпил коньяку больше, чем следовало, и обделался. Но, по-видимому, он обделался бы и без коньяку, с одних только трубочек, которые ему прислали из дому. Это ребенок. Насколько мне известно, в офицерском собрании он всегда выпивал только четвертинку вина. Он абстинент, доктор Вельфер сплюнул. Он покупал всегда линдские пирожные. — Значит, ничего серьезного? — переспросил капитан Сагнер. — Но, получив огласку, такое дело... Поручик Лукаш встал и заявил, обращаясь к Сагнеру. — Благодарю покорно за такого взводного командира. — Я помог ему стать на ноги, — сказал Вельфер, не переставая улыбаться. — Об остальном соблаговолите распорядиться сами, господин батальонный командир. Я сдам кадета Биглера в здешний госпиталь и выдам справку, что у него дизентерия. Тяжелый случай дизентерии. Необходима изоляция. Кадет Биглер попадет в заразный барак. Это, без сомнения, лучший выход из положения, — продолжал Вельфер с той же отвратительной улыбкой. — Одно дело — обделавшийся кадет, другое — кадет, заболевший дизентерией. Капитан Сагнер строго официально обратился к своему приятелю Лукашу. — Господин поручик, кадет вашей роты Биглер заболел дизентерией и останется для лечения в Будапеште. Капитану Сагнеру показалось, что Вельфер вызывающе смеется, но когда он взглянул на лекаря военного времени, лицо того выражало полное безразличие. — Итак, все в порядке, господин капитан, — спокойно произнес Вельфер. — Кандидат на офицерский чин, — он махнул рукой, — при дизентерии каждый может наложить в штаны. Таким образом, доблестный кадет Биглер был отправлен в военный изолятор Вуйбуда. Его обделанные брюки исчезли в водовороте мировой войны. Грезы кадета Биглера о Великих Победах были заключены в одну из палат изоляционных бараков. Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришел в восторг. Велика ли разница, быть раненым или заболеть за своего государя-императора при исполнении своего долга? В госпитале с ним произошла маленькая неприятность. Ввиду того, что в дизентерийном бараке все места были заняты, кадета перевели в холерный барак. Когда Биглера выкупали и сунули под мышку термометр, штабной врач Мадьяр задумчиво покачал головой. — Тридцать семь. Худший симптом при холере — сильное падение температуры. Больной становится апатичным. Действительно, кадет Биглер не проявлял ни малейших признаков волнения. Он был необычайно спокоен, повторяя про себя, что все равно страдает за государя-императора. Штабной врач приказал поставить термометр в задний проход. — Последняя стадия холеры, — решил он. — Начало конца. Крайняя слабость. Больной перестает реагировать на окружающее. Сознание его затемнено. Но умирающий улыбается в предсмертной агонии. Действительно, кадет Биглер улыбался улыбкой мученика и даже не пошевелился, когда ему в задний проход ставили термометр. Он воображал себя героем. — Симптомы медленного умирания, — определил штабной врач. — Пассивность, — для верности он спросил венгерского санитара-унтер-офицера, была ли у кадета рвота и понос в ванне. Получив отрицательный ответ, врач посмотрел на Биглера. — Если при холере прекращаются поносы рвота, то наряду с предшествующими симптомами это типичная картина последних часов перед смертью. Кадет Биглер, которого вынули из теплой ванны и совершенно голову положили на койку, страшно озяб. У него зуб на зуб не попадал, а все тело покрылось гусиной кожей. — Ну вот видите, — по-венгерски сказал штабной врач. — Сильный озноб и похолодевшие конечности. — Это конец. Наклонившись к кадету Биглеру, он спросил его по-немецки. — Ну, как себя чувствуете? — О-о-о, ч-ч-ч-ч-чень, хорошо, одеяло, — застучал зубами кадет Биглер. Сознание моментами затемнено, моментами просветляется, опять по-венгерски сказал штабной врач. — Тело худое. Губы и ногти должны бы почернеть. Третий случай у меня, когда больной умирает от холеры, а ногти и губы не чернеют. Он снова наклонился к кадету Биглеру и по-венгерски продолжал. — Сердце не прослушивается. — Святая Мария, Матерь Божья! — стуча зубами, снова попросил кадет Биглер. — Это его последние слова, обращаясь к санитару-унтер-офицеру по-венгерски, — предсказал штабной врач. — Завтра мы его похороним вместе с майором Кохом. Сейчас он потеряет сознание. — Его бумаги в канцелярии? — Будут там, — спокойно ответил санитар-унтер-офицер. — Одеяло! — умоляюще проговорил кадет Биглер вслед уходящим. В палате, где стояло шестнадцать коек, лежало всего пять человек, один из них — мертвый. Он умер два часа назад и был накрыт простыней. Умерший носил фамилию ученого, открывшего бациллы холеры. Это был капитан Кох, вместе с которым штабной врач намеревался завтра похоронить кадета Биглера. Кадет Биглер приподнялся на койке и тут впервые увидел, как умирают от холеры за государя-императоры. Из четырех оставшихся в живых двое умирали, задыхались, посинели и выдавливали из себя какие-то слова. Невозможно было разобрать, что и на каком языке они говорят. Это скорее походило на хрипение. У двух других наступила бурная реакция, свидетельствовавшая о выздоровлении. Оба походили на больных, охваченных тифозной горячкой. Они кричали что-то непонятное и выбрасывали из-под одеяла тощие ноги. Над ними склонился бородатый санитар, говоривший на шкирий на речи, как разобрал кадет Биглер и успокаивал их. — И у меня была холера, дорогие господа, но я так не брыкался. Вот вам и лучше стало. Получите отпуск и... Да не дрыгай ты ногами! — крикнул он на одного из больных, который нападал ногой одеяло так, что оно перелетело к нему на голову. — У нас это не полагается. — Скажи спасибо, что у тебя горячка. Теперь, по крайней мере, тебя не повезут отсюда с музыкой. Оба вы уже отделались. Он оглянулся. — Вон, те двое померли. — Мы так и знали, — сказал он добродушно. — Будьте довольны, что отделались. — Ну, пойду за простынями. Через минуту он вернулся и прикрыл простынями умерших. Губы у них совершенно почернели. Санитар сложил их растопыренные и скрюченные в предсмертной агонии руки с почерневшими ногтями, попытался всунуть языки назад в рот, затем опустился на колени и начал «Святая Мария, Матерь Божья». При этом старый санитар из Штирии глядел на своих выздоравливающих пациентов, бред которых свидетельствовал о возвращении их к жизни. «Святая Мария, Матерь Божья», — набожно повторял санитар, как вдруг какой-то голый человек похлопал его по плечу. Это был кадет Биглер. «Послушайте», — сказал он, — «я купался, то есть меня купали. Мне нужно одеяло. Мне холодно». «Исключительный случай», — полчаса спустя сообщил штабной врач кадету Биглеру, отдыхавшему под одеялом. «Вы, господин кадет, на пути к выздоровлению. Завтра мы отправляем вас в Тарнов, в запасный госпиталь. Вы являетесь носителем холерных бацилл. Наша наука так далеко ушла вперед, что мы точно можем это установить. Вы из девяносто первого полка?» «Тридцатого маршевого батальона одиннадцатой роты», — ответил за кадета Биглера санитарный унтер-офицер. «Пишите», — приказал штабный врач, — «кадет Биглер тринадцатого маршевого батальона одиннадцатой маршевой роты девяносто первого полка направляется для врачебного наблюдения в холерный барак в Тарнов, носитель холерных бацилл». Так полный энтузиазма воин кадет Биглер стал носителем холерных бацилл. Глава вторая. В Будапеште. На Будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнару телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была не шифрованная и того же содержания, что и предыдущее — «быстро сварить обед и наступать на соколь». К этому было прибавлено «обоз зачислить в восточную группу», «разведочная служба отменяется», «тринадцатому маршевому батальону построить мост через реку Бук». Подробности в газетах. Капитан Сагнар немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер. «Ну и наворотил ваш бригадный генерал», — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. «Но все же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как от дивизии еще не пришло распоряжение не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал четырнадцатый маршевый батальон семьдесят пятого полка, и командир батальона получил телеграмму «выдать всей команде по шесть крон в качестве особой награды за перемышль». К тому же было отдано распоряжение «две из этих шести крон каждый солдат должен внести на военный заем». По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил пролич». «Господин майор», — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала, — «согласно приказам по полку мы едем по маршруту в Гёделе». Гёделе — заповедник, королевский замок и железнодорожная станция неподалеку от Будапешта. Команде полагается получить здесь по сто пятьдесят граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по сто пятьдесят граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили. «И здесь вы едва ли чего-нибудь добьетесь», — по-прежнему улыбаясь, ответил майор. «Мне неизвестен такой приказ для полков из Чехии. Впрочем, это не мое дело. Обратитесь в управление по снабжению». «Когда мы отправляемся, господин майор?» «Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией, направляющейся в Галицию. Мы отправим его через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд. Он отходит спустя двадцать пять минут после артиллерии. На двенадцатом пути стоит поезд с боеприпасами. Он отправляется десять минут спустя после санитарного. И через двадцать минут после него мы отправим ваш поезд. «Конечно, если не будет каких-либо изменений», — прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивил капитану Сагнеру. «Извините, господин майор», — решив выяснить все до конца, допытывался Сагнер. «Можете ли вы дать справку о том, что вам ничего не известно о ста пятидесяти граммах швейцарского сыра для полков из Чехии?» «Это секретный приказ», — ответил, не переставая приятно улыбаться комендант воинского вокзала в Будапеште. «Нечего сказать, сел я в лужу», — подумал капитан Сагнер, выходя из здания комендатуры. «На кой черт я велел поручику Лукашу собрать командиров и идти вместе с ними и с солдатами на продовольственный склад?» Командир одиннадцатой роты поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнера, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по сто пятьдесят граммов на человека, но именно в этот момент перед ним предстал швейк с несчастным баллоуном. Баллоун весь трясся. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал швейк с обычной для него расторопностью. «Дело чрезвычайно серьезное. Смею просить, господин обер-лейтенант, справить это дело где-нибудь в сторонке». Так выразился один мой товарищ Шпатина из Сгоржа, когда был шафером на свадьбе, и ему в церкви вдруг захотелось... «В чем дело, швейк?» Не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по швейку так же, как и швейк по поручику Лукашу. «Отойдем». Баллоун поплелся за ними. Этот великан совершенно утратил душевное равновесие и в полном отчаянии размахивал руками. «Так в чем дело, швейк?» спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — выпалил швейк. «Всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. Вы, Отли, вполне ясный приказ, господин обер-лейтенант, чтобы Баллоун, когда мы прибудем в Будапешт, принес вам печеночный паштет и булочку. Получил ты этот приказ или нет?» — обратился швейк к Баллоуну. Баллоун еще отчаяннее замахал руками, словно защищаясь от нападающего противника. «К сожалению, господин обер-лейтенант», — продолжал швейк, — «этот приказ не мог быть выполнен. Ваш печеночный паштет сожрал я». «Я его сожрал», — повторил швейк, толкнув в бок обезумевшего Баллоуна. «Я подумал, что печеночный паштет может испортиться. Я не раз читал в газетах, как целые семьи отравлялись паштетом испеченки. Раз это произошло в Сдеразе, раз в Бероуне, раз в Таборе, раз в Младой Болеславе, раз в Пршибраме, все отравленные умерли. Паштет испеченки — ужаснейшая мерзость». Баллоун, трясясь всем телом, отошел в сторону и сунул палец в рот. Его вырвало. «Что с вами, Баллоун?» «Блю-блю-блю-блю, господин обер-лейтенант!» — между приступами рвоты кричал несчастный Баллоун. «Это я сожрал!» Изо рта страдальца Баллоуна лезли также куски станиолевой обертки паштета. «Как видите, господин обер-лейтенант, ничуть не растерявшись, сказал Швейк, каждый сожранный паштет всегда лезет наружу, как шило из мешка. Я хотел взять вину на себя, а он, болван, сам себя выбил. Баллоун вполне порядочный человек, но сожрет все, что не доверь. Я знал еще одного такого субъекта. Тот служил курьером в банке. Этому можно было доверить тысячи. Как-то раз он получал деньги в другом банке, и ему передали лишних тысячу крон. Он тут же вернул их. Но послать его купить копченого ошейка на пятнадцать крейцеров было невозможно. Обязательно по дороге сожрет половину. Он был таким невоздержанным по части жратвы, что, когда его посылали заливерными колбасками, он по дороге распарывал их перочинным ножиком, а дыры залеплял английским пластырем. Пластырь для пяти маленьких ливерных колбасок обходился ему дороже, чем одна большая ливерная колбаса. Поручик Лукаш вздохнул и пошел прочь. — Не будет ли каких приказаний, господин обер-лейтенант? — прокричал вслед ему Швейк, в то время как несчастный Баллоун беспрерывно совал палец в глотку. Поручик Лукаш махнул рукой и направился к продовольственному складу. На ум ему пришла парадоксальная мысль — раз солдаты жрут печеночные паштеты своих офицеров, Австрия выиграть войну не сможет. Между тем Швейк перевел Баллоуна на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебрицинских сосисок. Представление Швейка о столице Венгерского королевства естественно ограничивалось представлением об особом сорте копченостей. — Как бы наш поезд не ушел, — заныл Баллоун, ненасытность которого сочеталась с исключительной скупостью. — Когда едешь на фронт, — убежденно заявил Швейк, — то ты никогда не опоздаешь, потому как каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезет на конечную станцию только половину эшелона. — Впрочем, я тебя прекрасно понимаю, Баллоун. — Дорожишь за свой карман. Однако пойти им никуда не удалось, так как вдруг раздалась команда. — По вагонам. Солдаты разных род возвращались к своим вагонам, несолоно-хлебавши. Вместо 150 граммов швейцарского сыра, который им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии, Вена, 1914, улица Канезиус. Вместо 150 граммов швейцарского сыра им вручили Седлицкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам. Этот монумент был создан скульптором, отвертевшимся от фронта, вольно определяющимся старшим писарем Шольцем. У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона толпились вокруг капитана Сагнера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года. Штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии. Еще в Брукен-Алейте, в офицерском собрании во время сытных обедов и ужинов, с полным ртом говорили о странном поведении Италии. Однако никто не ожидал, что исполнятся пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил «Этого-то я вдоволь наемся у врат Вероны». Капитан Сагнар, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу. Когда все солдаты маршевого батальона были собраны, их построили в каре, и капитан Сагнар необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ. Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного предательства, забыв о своих братских обязательствах, которыми он был связан как союзник нашей державы. С самого начала войны, в которой он, как союзник, должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник итальянский король играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с 22 на 23 мая, когда он объявил войну нашей монархии. Наш верховный главнокомандующий выражает уверенность, что наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким сокрушительным ударом, что предатель поймет, что позорно и коварно начав войну, он погубил самого себя. Мы твердо верим, что с Божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские равнины опять увидят победителя при Санта-Лючии, Веченце, Наваре, Кустотце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим. Потом последовало обычное троекратное ура, и приунывшее воинство село в поезд. Вместо 150 граммов швейцарского сыра на голову солдатам свалилась война с Италией. В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телефонист Ходонский, Балаун и повар Юрейда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну. Подобный же случай произошел в Праге, на Таборской улице, начал Швейк. Там жил купец Горжайший. Неподалеку от него, напротив, в своей ловчонке, хозяйничал купец Пошмаурный. Между ними держал мелочную лавочку Гавласа. Так вот, купцу Горжайшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавласой против купца Пошмаурного. И он начал вести переговоры с Гавласой о том, как бы им объединить обе лавки под одной фирмой Горжайший и Гавласа. Но лавочник Гавласа пошел к купцу Пошмаурному, да и рассказал ему, что Горжайший дает 1200 крон за его ловчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Пошмаурный даст ему 1800, то он предпочтет заключить союз с ним против Горжайшего. Договорились. Однако Гавласа, предав Горжайшего, все время терся около него и делал вид, будто он его ближайший друг. А когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал, да-да, скоро-скоро. Я только жду, когда вернутся жильцы с дачи. Ну, а когда жильцы вернулись, то уже действительно все было готово для совместной работы, как он и обещал Горжайшему. Вот раз утром пошел Горжайший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента большую вывеску, а на ней большущими буквами выведено название фирмы Пошморный и Гавласа. У нас вмешался глуповатый Баллоун. Тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить телку. Уже договорился. А вот, яский мясник, возьми и перехвати ее у меня под самым носом. — Раз опять новая война, — продолжал Швейк, — раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придется экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розок, — говорил бывалый дедушка Хованец из Мотоле, который за небольшое вознаграждение сёк соседских детей. — Я боюсь только, — высказал свои опасения Баллоун, задрожав всем телом, — что из-за этой самой Италии нам пойти сократят. Старший писарь Ванек задумался и серьезно ответил. — Все может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится. — Эх, нам бы нового Родецкого, — сказал Швейк, — вот кто был знаком с тамошним краем. Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь нелегко куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. То раз в нашем доме, еще на старой квартире, на чердаке поймали вора. Но он подлец, когда залез, то заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он вырвался у них из рук, заколол швейцариху и спустился по лесам в этот фонарь, а оттуда уже и не выбрался. Но наш отец родной Родецкий знал в Италии каждую стежку. Его никто не мог поймать. В одной книжке описывается, как он удрал из Санта-Лючии, и итальянцы удирали тоже. Родецкий только на другой день открыл, что, собственно, победил он потому, что итальянцев и в полевой бинокль не видать было. Тогда он вернулся и занял оставленную Санта-Лючию, после этого ему присвоили звание фельдмаршала. Нечего и говорить. Прекрасная страна, — вступил в разговор повар Юрейда. Я был раз в Венеции, и знаю, что итальянец каждого называет свиньей. Когда он рассердится, все у него свиньи. И папа римский у него свинья, и Мадонна моя свинья, папа свинья. Старший писарь Ванек, напротив, отозвался об Италии с большой симпатией. В Карлупах, в своей аптекарской лавке, он готовил лимонные сиропы. Это делается из гнилых лимонов, а самые дешевые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. Теперь конец поставкам лимонов из Италии в Карлупы. Нет сомнения, война с Италией принесет много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии. Легко сказать «отомстить», — с улыбкой возразил Швейк. Иной думает, что отомстит, а в конце концов страдает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Когда я несколько лет назад жил в Виноградах, там в первом этаже жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамериевой улице и как-то поругался с одним господином. У того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче, постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их под нос, чтобы каждый помочился и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его семьи. Притом это дешево, всего шесть крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяин и хозяйка пивной, дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек упорствовал. Хотя господин всякий раз, когда он шел в писсуар, лез за ним туда и озабоченно говорил, — Не знаю, не знаю, пан Скорковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно в бутылочку. В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в шесть крон. И насолил же ему этот господин своим анализом. Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю. Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудием мести швейцара, зная, что это человек жестокий. Как-то раз он и говорит господину, исследовавшему мочу, что швейцар с некоторых пор чувствует себя нездоровым и просит завтра утром к семи часам прийти к нему за мочой. Тот пошел. Швейцар еще спал. Этот господин разбудил его и любезно сказал. — Мое почтение, пан Малек, с добрым утром. Вот вам бутылочка, извольте помочиться. Мне с вас следует получить шесть крон. Тут такое началось, хоть святых выноси. Швейцар выскочил из постели в одних подштаниках, да как схватит этого господина за горло, да как швырнет его в шкаф. Тот влетел туда и застрял. Швейцар вытащил его, схватил арапник, и в одних подштаниках погнался за ним вниз по Челоковской улице, а тот визжать, словно пес, которому на хвост наступили. На Гавличковой улице пан Малек вскочил в трамвай. Швейцар расхватил полицейский. Он подрался и с полицейским. А так как швейцар был в одних подштаниках, и все у него вылезало, то за оскорбление общественной нравственности его кинули в корзину и повезли в полицию. А он и из корзины ревел как тур. — Мерзавцы, я вам покажу, как исследовать мою мочу. Ему дали шесть месяцев за насилие, совершенное в общественном месте, и за оскорбление полиции. Но после оглашения приговора он допустил оскорбление царствующего дома. — Может быть, сидит беднякой по сей день. Вот почему я и говорю. Когда кому-нибудь мстишь, то от этого страдает невинный. Бал он, между тем напряженно и долго о чем-то размышлял, и, наконец, с трепетом спросил Ваннека. — Простите, господин старший писарь, вы думаете, из-за войны с Италией нам урежут пайки? — Ясно, как божий день, — ответил Ваннек. — Иисус Мария! — воскликнул Балуон, опустив голову на руки и затих в углу. Так в этом вагоне закончились дебаты об Италии. В штабном вагоне разговор о новой ситуации, создавшейся в связи со вступлением Италии в войну, грозил быть весьма нудным из-за отсутствия там прославленного военного теоретика кадета Биглера, но его отчасти заменил подпоручик третьей роты Дуб. Подпоручик Дуб в мирное время был преподавателем чешского языка и уже тогда, где только представлялась возможность, старался проявить свою лояльность. Он задавал своим ученикам письменные работы на темы из истории династии Габсбургов. В младших классах учеников устрашали император Максимилиан, который влез на скалу и не мог спуститься вниз, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый. Учеников устрашали император Максимилиан, Иосиф II Пахарь и Фердинанд Добрый. Максимилиан I, 1459-1519, император Священной Римской империи, в австрийских школьных хрестоматиях изображался как искусный охотник на серн. Иосиф II, 1741-1790, сын и соправитель Марии Терезии, а после ее смерти император Австрии. В школьных хрестоматиях прославлялся как друг народа, который сам пахал землю. Фердинанд I, прозванный Добрым, австрийский император, правил с 1835 по 1848 год, умер в 1875 году в Праге душевнобольным. В старших классах темы были более сложными. Например, в седьмом классе предлагалось сочинение «Император Франц Иосиф, покровитель наук и искусств». Из-за этого сочинения один семиклассник был исключен без права поступления в средние учебные заведения австро-венгерской монархии, так как он написал, что замечательнейшим деянием этого монарха было сооружение моста императора Франца Иосифа I в Праге. Мост императора Франца Иосифа I в Праге, то есть мост имени Франца Иосифа. К его постройке Франц Иосиф никакого отношения не имел. Зорко следил Дуб за тем, чтобы все его ученики в день рождения императора и в другие императорские торжественные дни с энтузиазмом распевали австрийский гимн. В обществе его не любили, так как было определенно известно, что он доносил на своих коллег. В городе, где Дуб преподавал, он состоял членом тройки крупнейших идиотов и ослов. В тройку входили, кроме него, окружной начальник и директор гимназии. В этом узком кругу он научился рассуждать о политике в рамках дозволенных в австро-венгерской монархии. Теперь он излагал свои мысли тоном костного преподавателя гимназии. В общем, меня совершенно не удивило выступление Италии. Я ожидал этого еще три месяца назад. После своей победоносной войны с Турцией из-за Трипли Италия сильно возгордилась. Кроме того, она слишком надеется на свой флот и на настроение населения наших приморских областей и Южного Тироля. Еще перед войной я беседовал с нашим окружным начальником о том, что наше правительство недооценивает иридентистское движение на юге. Иридентистское движение на юге — движение в южных областях Австрии, населенных итальянцами, за воссоединение с Италией. Тот вполне со мной соглашался, ибо каждый дальновидный человек, которому дорога целостность нашей империи, должен был предвидеть, куда может завести чрезмерная снисходительность к подобным элементам. Я отлично помню, как года два назад я — это было, следовательно, в Балканскую войну, во время аферы нашего консула Прохаски — в разговоре с господином окружным начальником, заявил, что Италия ждет только удобного случая, чтобы коварно напасть на нас. И вот мы этого дождались, — крикнул он, будто все с ним спорили, хотя кадровые офицеры, присутствовавшие во время его речи, молчали и мечтали о том, чтобы этот штатский трепач провалился в тартарары. Правда, — продолжал он, несколько успокоившись, в большинстве случаев даже в школьных сочинениях мы забывали о наших прежних отношениях с Италией, забывали о тех великих днях побед нашей славной армии, например, в 1848 году, равно как и в 1866, о них упоминается в сегодняшнем приказе по бригаде. Однако, что касается меня, то я всегда честно выполнял свой долг и еще перед окончанием учебного года, почти, так сказать, в самом начале войны задал своим ученикам сочинение на тему «Наши герои в Италии от Веченцы до Кустоци» или и дурак-подпоручик Дуб торжественно присовокупил «Кровь и жизнь за Габсбургов, за Австрию единую, неделимую, великую». Он замолчал, ожидая, по-видимому, что все остальные в штабном вагоне тоже заговорят о создавшейся ситуации, и тогда он еще раз докажет, что уже пять лет тому назад предвидел, как Италия поведет себя по отношению к своему союзнику. Но он жестоко просчитался, так как капитан Сагнар, которому ординарец батальона Матушич принес со станции вечерний выпуск «Пестер Ллойд», просматривая газету, воскликнул. «Послушайте, та самая Вейнер на гастролях, которой мы были в Бруке, вчера выступала здесь, на сцене Малого театра». На этом прекратились дебаты об Италии в штабном вагоне.